ЮЭТВ следит и за выборами в Нидерландах. В Гааге находится корреспондент агентства Украинформ Ирина Дробок. Это единственный избирательный участок на территории Нидерландов. Сюда съезжаются со всей страны. Здравствуй, Ирина. Расскажи, как проходят там у вас выборы. Здравствуйте. Мы сейчас находимся, собственно говоря, непосредственно в Гааге, в посольстве Украины в Нидерландах, где и проходят выборы. За моей спиной вы можете как раз видеть кабинки для голосования. И почему для украинцев так важно сегодня приехать и проголосовать, я прошу послушать далее в их комментариях. Прошу прямую речь. Сегодня я еще тут, а уже через неделю возвращаюсь на родину. И мне важно знать, в какую Украину возвращаюсь я и моя семья. Мы приехали из городка Схидам. Это недалеко от Роттердама. Живем там уже больше трех лет, но стараемся не пропускать парламентские выборы. Несмотря на то, что мы живем с семьей, с мужем за границей, мы интересуемся жизнью в Украине, переживаем за судьбу украинского народа. И хотим, чтобы украинская власть и те люди, которые пройдут сейчас в парламент, делали все возможное. Наталья, как вы правильно отметили, это единственный участок в Нидерландах, поэтому со всей страны украинцы едут голосовать именно сюда. Явка с утра была очень небольшой, незначительной, но хочу сказать, что уже по состоянию на 2 часа дня по местному времени явка составила 18%. И прошу дальше послушать прямую речь консула. Посольство Украины в Нидерландах констатирует почти стопроцентную явку наших граждан, которые, пользуясь возможностью транспортной системы, в воскресенье приезжают немного позже. Ровно в час дня мы поняли, что приехали люди из Амстердама. Явка сразу же выросла. Люди приходят в вышиванках и в хорошем настроении. Избирательный участок закроется в 8 вечера по местному времени. Все на данный момент проходит спокойно, без каких-либо инцидентов. Наталья. Спасибо большое, Ирина. Хорошего дня. Это была Ирина Дробок, корреспондентка агентства Украинформ, которая следит за выборами в Нидерландах. Там явка, как мы услышали, пока невысокая.